Здравствуйте, юные обитатели фауны Круассаут! Наконец-то в круассанчике утихло бомбящее буря негодования по поводу дискриминации хаверастиков в ближайшем обновлении. И у меня появилась возможность поднять свой 25-сантиметровый парус и под полным морским стилем отправиться в дикие воды пустоши, чтобы понаблюдать за очень редким и вымирающим видом. Друзья, рад вам представить, это рвачун Гарпунакрыл. Этот вид морской тараньки совсем недавно появился в пустоши и, к сожалению, почти сразу исчез. Найти этого несчастного зубастика в рандомчике почти невозможно, так как он занесен в красную книгу и сыт вылазить из своего гаража. Но в нашей передаче в мире животных Круассаут возможно абсолютно все, и одного такого рвачуна нам все-таки удалось найти. Несмотря на свою редкость, рвачуны никому не нужны. Это самый нищебродный вид хищников, которые обитают в Круассанчике. И на черном рынке за килограмм этой рыбины дают только 185 рублей. А вот его прямой сородич, терзюн-разрыхлитель, хоть и не так редко показывается на свет, зато стоит на соточку рублев подороже. Такая прискорбная ситуация получилась из-за неуправляемых генетических мутаций, запущенных безумными профессорами-разрабами, которые создали эту несчастную и беззащитную рыбку, не способную адекватно охотиться в пустоши. Ее челюсти должны были пережевывать металлические отвалы, но на деле они могут лишь посасывать соску и другие не очень твердые предметы. Про возможность охоты на высоких очках мачи и речи быть не может, так как ее маленький паукан устроит подводный вулканический выплеск уже после пары каток. Чтобы выжить в этом диком мире, рвачун должен постоянно держать себя в форме, не жрать после шести вечера, чистить зубы и рано ложиться спать, иначе он разжиреет и не будет способен догонять даже самую пухлую добычу. Медленные неповоротливые представители рвачунов первыми подыхают во время охоты, потому что они не способны на ничьеву поделать с более быстрыми и опасными животными пустоши круассанчика. Ни один уважающий себя рвачун не выходит на охоту без хамелеона в жопе и гепарда на каске. Это два его постоянных товарища во время поиска пищи. Без них рвачуна постигнет анальная кара и душевные БДСМ терзания. На самом деле очень обидно, что такой редкий зверь оказался полным днищем. Вся наша съемочная команда надеялась на новую акулу в подводных глубинах, а получилась морская свинка Пепа. Ну а теперь настало время объявить новый конкурс на нашем канале. Если вы хотите получить на халяву три дня према, то вам необходимо придумать и сделать в слоте для Левиафана надпись, соответствующую нашему каналу. У вас есть почти целая неделя придумать что-то необычное и крутое. Победителя я объявлю на стриме в пятницу. Название вашего Левиафанова крафта надписи оставляйте в комментариях. Ну что же, ребята, наша передача в мире животных Кроссаут подошла к концу. Спасибо, что заходили в гости, приходите почаще. Всем желаю удачи в конкурсе, до новых встреч, друзья. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok